Мы сейчас начнем эту тему с коричневого вектора. Я люблю его всегда давать в начале, даже перед красным, потому что он подробнее всего описан в моей книге «Психология ваших отверстий». И еще потому, что в плане переезда и миграции он действует наоборот, чем красный. То есть, если красный – это вектор, который нас как раз стимулирует к перемене места, к перемене работы, вообще к переменам жизни, то коричневый как раз действует наоборот. Для него самое главное оставаться в знакомом, оставаться в привычном, в чем-то старом. И если есть вектор или даже человек в семье, который будет противиться переезду, то это прежде всего именно коричневый. Вот, поэтому с него сейчас и увидимся мы. Для тех, кто пока не очень знает сами векторы, я напомню, что коричневый вектор, он же анальный вектор, это комплекс качеств, которые ориентированы на порядок, на четкость, опять же на прошлое. Это человек медленный, очень внимательный, очень дотошный, он ответственный, он заботливый, он такой хороший человек для дома, для быта, прекрасный семьянин и, конечно, ему не нужны никакие перемены. Ведь коричневые – они люди верные, и не только в отношении партнеров, а верные в отношении своей семьи, своих предков, своих родителей, своей страны в какой-то мере. Если говорить про такое вот избитое слово «патриотизм», это все-таки больше про черный вектор промышечный, мы до него дойдем. А у коричневого действительно есть вот эта вот связь с местом, где он был, с местом, где он родился и вырос. Эта связь у него событийная, особенно если ему было хорошо, если у него хорошее вспоминание о детстве, если он хорошо как-то прожил здесь свою жизнь, то для него мысль о том, что он может куда-то сдвинуться, что он в этом месте больше не окажется. Она сама по себе ужасная. И в этом плане тяжело партнерам, которые хотят что-то в своей жизни менять, и для них коричневый партнер может быть таким вот неповоротливым на некоторых этапах даже, скажем, противником перемен. Это всегда конфликт красного с коричневым. Красный тянется вперед в будущее, в новое, а коричневый ему говорит, что нет, у нас так все хорошо, давай останемся, менять ничего не будем. Поэтому работа с коричневым это непростая штука в этом плане, и нужно очень много внимания уделить тому, чтобы этот человек мог гармонично вот это свое прошлое в виде воспоминаний, каких-то символов, ну, перенести куда-то с собой. То есть, можете сдвинуть коричневого к смене места жительства, но вам придется потрудиться. Очень-очень-очень. То есть, сложнее, чем с любым другим вектором. У коричневого ностальгические чувства появляются, когда он еще находится на старом месте. Он уже тоскует по родине, которую может покинуть, даже если это просто другой город, и очень переживает, и в этом месте зависает. Зависающий коричневый – это тяжелый случай. Они обычно готовят с собой кучу вещей, которые им хочется перетащить на новое место. Потому что контакт со старыми вещами, контакт с прошлым – это для такого человека психотерапия. Если помните, я в книге описывал, что есть такой интересный способ, как можно коричневый вектор привести в гармонию, если человек находится в стрессе. Это предложить ему показать и рассказать о своих старых фотографиях. То есть, когда он вспоминает о том, что было, и выстраивает некие события в цепочку в хронологическом порядке, то ему становится легче на душе, у него появляется база почвы под ногами. Поэтому это нормально, когда такой человек готовит с собой и тянет куда-то на новое место. Очень много предметов, символов. Часто это, знаете, такие детские тетрадки, рисунки, какие-то дневники, еще что-то. То есть, красный на это смотрит, думает, господи, слушай, я бы поехал с чемоданом с одним, там новая жизнь. Зачем это все вот тащить с собой? А для коричневого это невыносимо, бросить и оставить. Поэтому будьте готовы к тому, если вы вместе с коричневым партнером, что очень многое из его прошлого поедет куда-то вместе с вами, и для него это будет там опора. То есть, это не просто груз, который везется и будет не нужен, а это то, с чем человек находится в контакте, и то, что ему поможет выстоять в какой-то тяжелой ситуации. Поэтому в этом есть некая необходимость. Конечно же, коричневый вектор медленно раскачивает и медленно принимает решение. Но все же, в отличие от черного, можно коричневого раскачать. И на это иногда уходит месяцы, иногда на это уходят годы, но он потихонечку, постепенно, по крупинке, он все-таки сдвигается. Если вначале он говорит четкое нет, то спустя сколько-то месяцев, легот, он скажет, что скорее нет, чем да, и так далее. И в этом месте то же самое, да, некая полномерная работа по расширению мировоззрения, по добавлению какой-то новой информации, чтобы коричневый человек мог посмотреть шире, что-то увидеть. И так бывает, что через какое-то время он говорит, что да, да, я созрел. И это решение его настоящее, истинное. И только в этом состоянии он действительно партнер, который готов работать на общее дело и делать что-то вместе. Если он еще не созрел, если это время не прошло, то это такой вот груз, который нужно тянуть и все время смещать, а он будет говорить, нет, вот там было хорошо, и давай возвращаться. Если коричневый все-таки свое мнение поменял и готов куда-то двигаться, то это самый надежный партнер. Вот из всех векторов, коричневый вектор, самый надежный партнер, который достаточно выносливый и не подведет, и в сложной ситуации в нем всегда можно положиться. Поэтому, если вам удалось вот эту работу провести, о которой я рассказывал, то уже у вас в руках все козыри, и вы можете расслабиться, потому что вы в очень надежной связке перемещаетесь. Вам это даст много силы потом. Коричневому человеку очень важно понимать, что в случае его переезда в другое место, все члены его семьи, и те, кто едут, и те, кто остаются, что им всем будет хорошо. Потому что он заботится обо всех, и ему нужно подумать, так, вот, у этих жизней будет устроено таким-то образом. Он в этом как-то участвует. Он для человека очень ответственный и даже гиперответственный, и поэтому для него свойственно нести ответственность немножечко больше за тех, за кого, в общем-то, и не надо. За остающихся родственников и прочее. Ну и, конечно, семья, которая едет, коричневый хочет заранее распланировать, кто где будет жить, как будут устраиваться на работу, как дети будут ходить в салик, в школу. То есть вот этот вот сбор информации, построение планов. С одной стороны, это очень классно и здорово, это создает некую подушку безопасности. С другой стороны, это несет в себе напряжение в будущее, потому что эти планы часто не сбываются. На новом месте все происходит как-то не так, и вот это для коричневого стресса. Но про это я скажу немножечко позже. И еще важный момент, что такие люди, они много думают о здоровье. И, кстати, вот один из мотивов коричневого при смене места жительства, это такое вот здоровье и какое-то благополучие, бытовое благополучие членов семьи. А если для красного вектора основная идея переезда – это реализация себя, то для коричневого это вот создание какого-то комфортного, здорового уровня жизни, то, что его может стимулировать. И в основные сильные стороны – это, конечно, терпение. То есть он способен дождаться того, чего другие не дожидаются. Это касается и каких-то документов, и ответов о приеме на работу. И внимательность. Он не пропустит никакие мелочи. И это человек, которого берут с собой при заполнении разных анкет, договоров, потому что он смотрит на текст и чувствует, где там может быть какое-то слабое место, подвох, и это место показывает. Такая внимательность в работе с документами, в работе с информацией, она очень помогает. Коричневый человек организованный. Он способен организовать себя и других, если ему это позволяют сделать. Но надо понимать, что вот его страх будущего и страх нового иногда перечеркивает все его прекрасные достоинства. Вот такая фигура непростая. Самое стрессовое для него – это сама по себе новая обстановка. То есть такой человек оказывается в новом месте, и даже если не происходят какие-то тяжелые события, ему уже просто тяжело, он уже внутренне как-то напрягается. Новые принципы жизни, новый образ жизни – это все дополнительные факторы стресса. Когда идет что-то не по плану, не так, как он задумал, то для него это еще большая тяжесть. Но, как вы уже поняли, планы в этом месте редко сбываются. Если коричневый попал в серьезный стресс, то он впадает в такой интеллектуальный ступор. Он не может принимать решения, он не может действовать. У него, ну вот все, такое зацикливание происходит. Он начинает одну и ту же проблему и мысль гонять снова и снова. И даже найдя ее решение, он ее снова запускает. И это тяжелое состояние, его из этого состояния не просто выводить. Он не видит выхода. Вот он, ну все такое, да, жизнь закончилась. Финал, конец. Вот мы ехали, ехали и приехали. И для того, чтобы в этом месте расслабить, как раз вот и работают те самые вещи, о которых я говорил в начале, что у него есть прошлое, есть некая база, он на этом стоит. И самый примитивный способ чтения детского дневника или просмотра фотографий, обращения к неким своим старым вещам, как бы это ни прозвучало странно, оно возвращает коричневый к жизни, к контакту с жизнью, с окружением. Коричневые детки, они, как и взрослые, боятся всего нового, им очень тяжело вписываться в новые какие-то правила, в детские коллективы, в отношения. То есть все вот это новое, непривычное, их очень пугает. И, как обычно, на стресс детки реагируют нарушением пищеварения. И это стоит знать заранее родителям, чтобы не реагировать слишком болезненно. Потому что это привычная реакция коричневого ребенка на любой стресс. И тоже детям очень важно, чтобы они рядом с собой имели какие-то элементы, фрагменты из своего прошлого, то, что является для них поддержкой и опорой. Я знаю несколько историй, когда ребенку или подростку родители запрещали взять то, что для него было важно, на какие-то вещи, потому что был ограничен объем того, что можно перевести. Эта история еще и с моего какого-то юного времени. И для этих людей это травма на всю жизнь. Я с ними общался уже со взрослыми. Они говорят, вот да, я помню о том, что это был кошмар, когда мы переезжали, потому что самое дорогое осталось со старым вести, мне это не дали взять. Продолжение следует... Продолжение следует...